Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Триумфальная арка в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне откроется в Самаре в начале мая. Монумент будет 15 метров в высоту и 14 в ширину. Установить в областной столице памятник, посвященный подвигу солдат и тружеников тыла, предложили ветераны. Как идут строительные работы, проверил на выездном совещании глава администрации Самары Олег Фурсов. Еще одной достопримечательностью в Самаре станет больше. Величественный монумент высотой 15 метров расположится на аллее трудовой славы. Колонны с двух сторон будут украшены барельефами. На одной изобразят солдата со знаменем, танкиста, летчика и женщину-связистку. На второй колонне – инженера, хлебопашица, столевары и рабочего завода. Венчать монумент будет Орден Победы. Триумфальная арка пока скрыта от глаз самарцев. Сейчас идет монтаж гранитных плит, затем специалисты начнут устанавливать бронзовые элементы. Авторы проекта утверждают – таких арк, как в Самаре, больше нет нигде в мире. Не во всех городах есть триумфальная арка. И в Самаре эта уникальная арка тем, что тут отображается подвиг советского человека во время Великой Отечественной войны, как на войне, так и в тылу. Триумфальную арку планируют открыть 7 мая. К этому времени благоустроят прилегающую территорию. Участок около монумента вымастят плиткой. Также в этом году преобразится вся аллея трудовой славы протяженностью почти 2 километра. Промышленные предприятия города приведут в порядок 11 монументов и архитектурных композиций, посвященных трудовому подвигу Самары в годы войны. Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил привести в порядок деревья и фасады ближайших домов, а также убрать с территории незаконный киоск. Крайне важно, чтобы эта точка имела соответствующий вид, привлекательность и напоминала людям о том вкладе, который внесли трудовые коллективы Самары, победу как в Великой Отечественной войне, так и в развитии нашего города в послевоенный период. Завершить все ремонтные работы на аллее трудовой славы планируют в начале ноября. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, События. Подготовка к празднованию Дня Победы идет по всем направлениям. Затем, как привозят в порядок город, вы можете следить в Твиттере. Сотрудники МПБ в среду убирали песок с газонов на улице Труда на проспекте Кирова Георгия Димитрова. Очистили приладковую часть по улицам Радонежская, Алма-Атинская. Убирали и в центре Самары, на улице Новоурицкого, Мариса Тореза, Авроры. А также ремонтировали урны в разных районах города. И хотя наблюдать за тем, как трудятся другие приятно, лучше все-таки присоединиться к процессу, как это уже сделали работники многих трудовых коллективов города. Деловые костюмы не помеха работе с лопатами и граблями. В этом убедилась Анастасия Зубарева. Уж кому-кому, а им энергии не занимать. В грамотном расходовании сил и энергоресурсов они, как никто другой, разобираются. Лопатами и граблями вооружились сотрудники Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. За благородный труд по очистке города от мусора после зимы взялись с энтузиазмом. Замена энергозакреплен в сквер около дома номер 2 на улице Дачная. Все территории будут приведены в порядок после зимней спячки. И это не говорит о том, что организация выходит один раз, убирается и больше не возвращается на территорию. Территорию будут приводить этапами в то надлежащее состояние, которое должно радовать глаз нас, как жителей и гостей города. План работ немалый. В первую очередь необходимо разбить оставшиеся ледяные глыбы. После ворошения снега начнется следующий этап – расчистка газонов. Покраска деревьев и бордюрного камня – одна из завершающих задач. Инструментам спасибо обеспечили. Вот наши люди работают и лопатами, и граблями. Мешки были выданы, мусор аккуратно складируется, как вы видите. Вот, все, в общем-то, готово к погрузке. Все неравнодушные жители Самары могут также присоединиться к генеральной уборке. Любые вопросы об участии в благоустройстве города можно задать по телефонам горячей линии, которые работают во всех районах областной столицы. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События. В Самаре к генеральной уборке приобщается все больше горожан. Люди каждую неделю выходят на улицу, чтобы очистить дворы от снега и мусора. А некоторые делают это даже несколько раз за день. Объединив усилия, встали стеной на защиту чистоты двора. Жители Куйбышевского района Самары, крепко держа в руках метла и лопаты, борются с мусором, оставшимся после зимы. Владимир Пономаренко живет здесь более 20 лет. Говорит, к дисциплине привык еще с армией. Я люблю порядок, потому что тут дети, вот смотрите, дети приходят с колясочками, дети вот это идут, дети смотрят на это, ну господи вы, ребятушки мои. Поддерживать чистоту во дворах давно стало для местных жителей доброй традицией. Сейчас, когда во всем городе идет большая генеральная уборка, люди добросовестно выходят на субботники и средники. Уверяют, погода и время суток не проблема. Жители очень активны, и я думаю, что двор, в котором они живут, должен выглядеть надлежащим образом. Поэтому они так активно откликаются, независимо от того, что утро и большинство людей на работе. Кто дома, а остальные сегодня выйдут вечером. У нас проводятся также и вечерние субботники. Жители Кубышевского района считают, за чистоту вокруг ответственны сами, а потому стараются не мусорить. Активистам охотно помогает местная администрация. Мы жителей обеспечиваем мешками, перчатками, инвентарем, чтобы, естественно, исключить тот момент, а чем работать. И, значит, своевременно организуем вывоз собранного мусора. В этом году приводить город в порядок начали еще в конце марта. К субботнику, который прошел 4 апреля, присоединились свыше 10 тысяч человек. На этой неделе состоится Гагаринский субботник, а 18 апреля – большая общегородская уборка, к участию в которой приглашаются все жители Самары. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. В Самаре завершается создание общественных советов в микрорайонах. Это часть преобразования системы местного самоуправления, цель которой – максимально приблизить власть в Самаре к жителям. Общественные советы появятся в каждом микрорайоне. В них войдут активные горожане, а также представители общественных организаций, бюджетных и коммерческих учреждений, живущих на территории микрорайона. Это позволит эффективно решать вопросы на местах. Почти каждого жителя своего микрорайона Надежда Курапова знает лично. 16 лет она возглавляет местный ТОС. Знает и обо всех проблемах своей территории. Где детских площадок не хватает, где фонарей, где управляющим компаниям стоило бы лучше работать. Надежда Курапова готова войти в общественный совет микрорайона, чтобы и дальше отстаивать интересы жителей. Люди ее кандидатуру поддержали. Всего общественных советов в Самаре будет 85. Сформируют их к 10 апреля. Я думаю, что мы первое, что сделаем, соберем опрос жителей. У меня часть уже каких-то предложений от этих жителей есть. Разные вопросы. Ну, конечно, вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Это, конечно, общественный контроль в сфере предоставления услуг, детские площадки. Приблизить власть к народу – принцип, по которому в Самаре строится новая система местного самоуправления. Об этом говорил в своем послании депутатам и жителям Самарской области губернатор Николай Меркушкин. Общественные советы микрорайонов, кварталов должны объединять в своем составе представителей социальных учреждений, бизнес, актива, местных жителей. Сообщая, используя не только бюджетные ресурсы, но и добровольные взносы самих людей и организаций, они должны решать многие вопросы местного значения, контролировать реализацию государственных и муниципальных программ. Общественные советы будут напрямую взаимодействовать с муниципальной властью, рекомендовать, какие вопросы требуют первоочередного решения на конкретной территории. Также контролировать, на что тратятся бюджетные средства. В этом совете находятся в обязательном порядке только жители этого микрорайона, независимо от того, от каких организаций или формирований они выдвигались. Они, естественно, заинтересованы в том, чтобы заботиться о своем микрорайоне. Но методы будут разные – обращаться к власти, решать самим вопросы. В каждом общественном совете будет порядка 30 человек. Приступить к работе они смогут уже со следующей недели. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События. Следят за мусором. В местах, где часто образуются несанкционированные свалки в Самаре, устанавливают камеры видеонаблюдения. Такое поручение дал голова администрации Олег Фурсов. Первую камеру установили в районе Самарской ТЭЦ. Еще одна появилась на улице Магистральная. Свалка на улице Магистральная образовалась буквально в считанные дни, причем не в первый раз. Сюда несут и везут все – от мелких бытовых отходов до крупногабаритного и строительного мусора. Чтобы поймать нарушителей, которые устраивает здесь мусорный полигон, установили камеру видеонаблюдения. Как мы видим на этом участке, на столбе расположена камера видеонаблюдения, которая установлена с целью фиксации транспорта, который будет здесь сбрасывать мусор, и дальнейшего его привлечения к административной ответственности. Еще одна мера борьбы с несанкционированными свалками в Кировском районе – установка шлагбаумов и круглосуточных постов охраны в местах, где образуются свалки. Наша задача – не пропускать мусор сюда, чтобы не завозили машины с мусором. Камеры видеонаблюдения в районе позволят оперативно выявлять нарушителей. За это административное правонарушение сумма штрафа может составить до 250 тысяч рублей. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, События. Меньше свалок, меньше рассадников антисанитарии. Три очага бешенства возникли на территории области, сообщает региональное управление Россельхознадзора. При обследовании погибших собак на территории Шанталинского района, Клявлинского комбикормового завода и Сызрани обнаружен антиген вируса бешенства. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни, на территорию этих населенных пунктов уже наложены карантинные ограничения. Еще двух самарцев привлекли к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Наркополицейские продолжают проверять увеселительные заведения Самарской области. Всего за год они нанесли визиты в 50 клубов. По итогам рейдов возбуждено 6 уголовных дел по статье «Хранение и сбыта наркотиков». Одна из знаковых проверок прошла в Тольяттинском ночном клубе, где задержали 26 человек. К уголовной ответственности тогда привлекли организатора нарковечеринки, жительницу Автограда. Плюс ко всему на входе предлагался напиток, содержащий в себе амфетамин. То есть каждый посетитель уже сразу получал наркотическое вещество. У этой же гражданки можно было приобрести различные виды наркотиков, начиная от марихуаны и заканчивая амфетамином, которые, собственно говоря, у нее были изъяты. Уже состоялся приговор суда, ее осудили на 5 лет и 2 месяца лишения свободы. 19-летний парень погиб под колесами автомобиля в Самаре на регулируемом пешеходном переходе. Трагедия произошла на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина. По свидетельствам очевидцев, водитель серебристой «Лады Приоры» двигался на зеленый сигнал светофора, когда молодой человек решил перебежать улицу. Столкновения избежать не удалось. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Водитель дождался приезда инспектора в ДПС. Признаков опьянения у него не было. Сейчас выясняются подробности происшествия. Водитель сообщил, что перебегал пешеход на запрещающий сигнал светофора. Для водителя горела разрешающая зеленая. Очевидцы, пока поясненькие, не давали только данные записанные, они будут еще опрошены. В пасхальную ночь для удобства самарцев будет работать общественный транспорт. В ночь с 11 на 12 апреля будут организованы дополнительные автобусы к Покровскому кафедральному собору. К Петропавловскому храму, храму в честь Георгия Победоносца, Кирилла Мефодиевскому собору. Транспорт будет подаваться к 2 часам ночи, когда в соборах закончатся праздничные богослужения. Он жизнь свою посвятил науке и сделал Куйбышевский авиационный институт одним из сильнейших в стране. Виктор Павлович Лукачев был ректором КУАИ 32 года. Именно в это время были построены новые корпусы института. Лукачев заложил те традиции образования и связи учащихся с производством, которые сильны и по сей день. Лукачев мечтал сделать авиационный институт большим вузом. Эту мечту осуществил. В этом году Виктору Павловичу исполнилось бы 95 лет. Каким был любимый ректор, профессора, преподаватели и выпускники Аэрокосмического университета вспомнили на ученом совете. Он мечтал о самолетах, хотел летать, но подняться смог гораздо выше. Благодаря его усилиям Самарский Аэрокос вышел на первые строчки рейтинга вузов. Наверное, не случайно Виктор Павлович Лукачев родился в апреле, в самом космическом месяце. Под его руководством в вузе стали готовить специалистов для космической промышленности. Фактически из маленького, провинциального, нацеленного на решение военных задач в первую очередь, он сделал институт, в котором уже было шесть прокруктетов, охватывающих широкий спектр в направлении подготовки. Мы благодарны тем людям, которые в своей жизни, не считаясь личным временем, не считаясь здоровьем, сделали все для того, чтобы и сегодня наша страна, наша самарская область очень уверенно чувствовала себя в космическом пространстве. Высокий статный, от него исходило какое-то положительное биополе. Таким Виктора Павловича помнят бывшие студенты. Ректором Куаи он стал в 36 лет, молодой и полный идей. Виктор Павлович был мечтателем и на лекциях, кроме науки о поршневых двигателях, он нам рассказывал о своих мечтах. Какой будет большой городок студенческий, где-то на далекой окраине, около ботанического сада. И то, что больше полувека назад казалось мечтой, Лукачев воплотил в жизнь. Ректор много общался со студентами, ни одна инициатива не оставалась без внимания. Коллектив был как одна семья, вспоминает выпускник Куйбышевского авиационного института, а ныне глава администрации Самары Олег Фурсов. Петер Павлович создал удивительную атмосферу развития студенческого самоуправления, который не был ни в одном вузе. Мы же проводили конференции в Самарске всевозможные, и может быть многим кажется, что там обсуждались вопросы какие-то логические, политические. А мне в чем-то спинаются вопросы, связанные с тем, как повысить успеваемость, например, в аудиционном институте. Как повысить эффективность в личных научных обществах. Сегодня Самарский аэрокос – национальный исследовательский университет. Он в числе 14 ведущих вузов страны. А в перспективе место в сотне лучших университетов мира. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Региональный этап чемпионата WorldSkills Russia подходит к завершению. Уже завтра станут известны его результаты. Напомним, чемпионат профмастерства по стандартам Международной некоммерческой ассоциации стартовал в областной столице 6 апреля. За звание лучших в профессии – облицовщик, сварщик, парикмахер и других – борются 70 конкурсантов. На очередных площадках побывала наша съемочная группа. Филигранная и ювелирная работа – их конек. Они могут поднять настроение и сделать из любого человека кинозвезду. Парикмахерскому искусству Екатерина Севастьянова обучается уже 4 года. От клиентов, признается, нет отбоя. В течение нескольких дней парикмахеры делали мужские, женские стрижки, прически и окрашивали волосы. Моя профессия связана с творчеством, поэтому она меня привлекла. Мне нравится делать людей красивее, и я всячески стараюсь сделать их более привлекательными, так как внешний вид человека для него самого очень много значит. На разных площадках регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia одновременно соревнуются представители 12 профессий. Не менее ювелирной считается и работа сварщика. Это ремесло выбрал Александр Филиппов из Сызрани. Используя различные виды сварки, ему и его соперникам предстояло из кусков железа и алюминия сделать детали, которые впоследствии пригодятся на предприятиях разного профиля. Сварка – это интересная вещь. Она везде в жизни пригодится. В доме, на работе. И сама к себе интересная профессия. Умением работать не только головой, но и руками могут похвастаться 70 участников регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia. Основная его цель – популяризация рабочих профессий, а также повышение профподготовки и квалификации специалистов по всему миру. Итоги регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia подведут 9 апреля. Павел Бимаков, Павел Пресняков. События. С 13 по 18 апреля в Ледовом дворце спорта ЦСК ВВС пройдет кубок Владислава Третьяка. Турнир проводится с 2008 года. Он один из массовых в стране детских турниров по хоккею с шайбой. Сразиться на льду в губернию приедут воспитанники детско-юношеских хоккейных школ, ведущих российских клубов, выступающих в континентальной хоккейной лиге. В рамках соревнований будет проведено 20 игр, а также мастер-класс хоккейной команды ЦСК ВВС для юных спортсменов. Мероприятие организовано Администрацией Самары, Федерацией хоккея России при поддержке Министерства спорта Самарской области. Депутаты хотят внести изменения в закон о торговле, которые будут ограничивать расходы на рекламу продуктов в пределах 5%. Сейчас на рекламу тратится до 40%, а это существенно увеличивает цену товара. Новости экономики смотрите прямо сейчас. А у меня на этом все. Телефон редакции 202.11.22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагис на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагис. Депутаты подготовили изменения в федеральный закон о торговле. Поправки ограничивают расходы на рекламу и маркетинг продуктов питания в торговых сетях в пределах 5%. По мнению депутатов, производители отдают на эти цели до 40%. Из-за этого растет себестоимость товара и конечная цена для потребителей. Парламентарии приводят в пример хлебопекарни, которые в прошлом году заплатили торговым сетям за свое продвижение более 1 миллиарда рублей. Подобные издержки производителей в итоге ложатся на плечи обычных покупателей, которые приобретают товар с рекламной наценкой. Интересно, а как потом проконтролировать исключение рекламной наценки из розничной цены? В Госдуму внесен законопроект, запрещающий указывать цены товаров в иностранной валюте и условных единицах. В пояснительной записке к законопроекту указано, что действующий гражданский кодекс допускает указание цен в иностранной валюте и условных единицах с условием оплаты товара в рублях. Автор законопроекта предложил установить прямой запрет на указание цен в иных единицах, кроме рублей. В свете происходящего вполне разумно. Великобритания подняла стоимость виз и ввела медицинский сбор для туристов. Оформление туристической визы на срок до 6 месяцев теперь обойдется до 85 фунтов стерлингов, а стоимость двухлетней туристической визы поднимется на 24 фунта до 324 фунтов. Обладателям долгосрочных рабочих и семейных виз на срок более 6 месяцев теперь нужно будет платить обязательный медицинский сбор за пользование услугой национальной системы здравоохранения. Для студентов размер сбора составит 150 фунтов стерлингов в год, а для всех остальных 200 фунтов. Как-то в Британии не подумали о собственной привлекательности. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс РТС подрос, индекс ММВБ в минусе на отметке 1688 пунктов. Сильнее других снижаются акции КамАЗа, ОГК-2, Дикси, ТГК-1, Татнефти и Русгидро. Среди лидеров роста РДР Русала, акции Мичелла, Распадской и Татнефти. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день в небольшом минусе. На азиатских площадках преобладает положительная динамика. Нефтяные котировки продолжают оставаться в диапазоне 50-60 за баррель Brent. Курс доллара на 8 апреля 55 рублей 33 копейки. Курс евро 60 рублей 41 копейка. Золото стоит 2149 рублей за грамм. Серебро стоит 29 рублей 99 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 59 долларов 29 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарский боксер сразится за титул чемпиона мира среди профессионалов. Тольяттинский гимнаст завоевал 4 золотые медали на первенстве России. Красные крылья уступили Автодору в единой лиге. Красные крылья проиграли очередной матч в единой лиге, на этот раз саратовскому Автодору. Уже в первой четверти гости ввели с разницей в 9 очков, к большому перерыву отрыв увеличился до 17. Отдохнув, красные расправили крылья и полетели догонять соперника. В концовке матча до ничьей оставалось забить всего лишь один трехочковый. Но не случилось. Автодор включил форсаж и финишировал со счетом 80-97 в свою пользу. Красные крылья спланировали на предпоследнее место. Лидер столичной ЦСКА. На первенстве России среди юниоров по спортивной гимнастике за медали соревновались 175 сильнейших спортсменов. В результате самарцы отметились пятью медалями. Из них четыре золотых на счету Тольяттинца Андрея Маколова. Он был вне конкуренции в многоборе, на кольцах и в опорном прыжке. Его земляк Артем Ермеличев получил серебряную награду в упражнениях на коне. В пятницу в Москве пройдет боксерский поединок между самарцем Айком Шахназаряном и Эдуардом Трояновским. На кону титул чемпиона мира по версии IBO в первом полусреднем весе. Для обоих спортсменов это первый в карьере бой такого уровня. В главном поединке боксерского вечера титул чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе будет защищать россиянин Денис Лебедев. Отобрать его попробует француз Эрик Оленго. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...